Рост, проведение и назначение экспертизы. Скажите, пожалуйста, кем вам были разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 57, 62, пока... Руководители, конечно, не слышно, что вы говорите. Руководители были разъяснены права, 57 ст. права и обязанности. Не громче, говорите, пожалуйста. Да, 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 права и обязанности. И по 307-й экспертной уголовной обязанности. С каким руководителем? С 6-й первым, я думаю. Это кто? Нет. Это вы? Да. То есть вы разъяснили сами себя? Да. И следователь при назначении экспертизы, никто же нам объясняет? Конечно, я. Вы разъяснили сами себе эксперту Орловской, кто разъяснил? Я. Ответственные задачи? Генеральный директор. Вы как генеральный директор разъяснили. Скажите, пожалуйста, в самом заключении экспертизы указано, что вам переданы, помимо документов, содержащих в том числе образцы почерка Кожаева и Жукова, свободные, условно-свободные экспериментальные образцы почерка вышеуказанных лиц. Это соответствует действительности? Да. В соответствует действительности, что представлено в заключении. Вот представляются два-три там, перечень к Bulonii. Да. Вот как раз нет. Там экспериментальные образцы Кожаева, пожалуйста. Кожаева. Скажите, пожалуйста, а экспериментальные образцы Жукова передавались? Соответствие заключения, я не имею в виду. Я, еще рђу. Посмотрите, пожалуйста, это же ваше заключение, вы поняла temos датанian лиц. Экспериментальные, условно-свободные экстрементиры. Образцы Жукова экспериментальные не передавались вам или нет? Вопрос возникает, потому что с постановлением он указан, а у вас заключение не тегурировалось. Передавались они вам? Нет. Исходя из заключения, вы делаете вывод о том, что они вам не передавались. Где иллюстрация? Где иллюстрация? Это как не дуэмой объект. Да, вот у меняемого подзащитного возникли вопросы. Из каких конкретно документов получены эти подписи? Как из вашей таблицы? Мы можем для себя установить и проверить, действительно ли эти подписи являются подписями Жукова и взятыми из тех документов, которые Жуков на самом деле... Ну, конечно, я сейчас не вспомню уже, но Школа прошутки, документы подписаны, в общем деле рассматриваются документы, в общем, иллюстрация, в одном обе иллюстрации. Скажите, как из вашей иллюстрации я вообще могу установить, что эти подписи принадлежат Жукову? Достоверность объектов мы определяем не только из постановления, как вы, как эксперты, да, в процессе исследования, но также мы обязаны проверить в исследовательской части или на стадии раздельного исследования, это в том числе, когда нам представляют документы все, то мы, естественно, характеристику раздельную делаем, это транскрипцию смотрим, да, определяем, что одним или разными лицами выполнены. Вот, при исследовании всех образцов, которые нам были представлены, свободные, условные свободные образцы между собой, вот, было установлено, что они выполнены одним лицом. А таким образом, экспертным путем, мной были установлены достоверность образцов всех представляемых, это экспертным путем, да, представляемых на исследовании, и таким образом они были взяты как достоверные образцы. Скажите, пожалуйста, судя из постановления о назначении экспертизы, вам передавалось огромное количество папок скоросшивателей без указания, вообще количество документов, которые у них находились, их содержание в том числе. Вы сами-то можете сказать, что это были за папки, как они выглядели, какого рода документы в них содержались, в каком количестве они вам предоставлялись. На сегодняшний день в течение времени, конечно, мы можем только по экспедиции рассылаться и смотреть, как там у вас описание пришло. Как мы на сегодняшний день можем установить, какие документы были заложены в основу вашего исследования? Вы только ко мне, наверное, да? Я сейчас выводим ответ, ну, я думаю, что сейчас по включению подписано, что им ело место быть. Вы считаете, ело место быть. Скажите, пожалуйста, при назначении этой экспертизы договор на оказание данных услуг заключался? Да. Заключался. Выполнение данных экспертиз было оплачено? Да. Кем? Средственным комитетом. Средственным комитетом. Скажите, а? Договора. Договора все есть. А вы можете сказать, какая сумма оплаты была проведена? Вот на мой адвокатский запрос вы ответили, что стоимость проведения экспертизы по данности в вашем учреждении стоит 55 тысяч один объект. И сложно посчитать, что проведение этих... На какой день? Я с ним могу спросить. Стоимость не может значения. Есть вопрос по сути, что не касаясь стоимости. Так, вопросы есть по сути. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в таблице, о которой мы с вами говорим, где имеются образцы подписи якобы Жукова. Имеются 8 образцов подписи. При этом признаки, общие или различные, выявлены только в первых двух образцах. С чем вы не провели анализ других шести образцов, которые имеются на... Значит, только в первых двух образцах. Как вы это сделаете? Ну вот, как я себе вижу, да, что 8 представленных на фонде сеть на странице... Нет разметок. Нет разметок. Как этим образом мы можем сделать вывод о том, что данные подписи исследовали с вами на самом деле? Это было достаточно, что мы с вами говорили в соответствии с методикой. Я указала на совпадающие признаки. Далее и в стратегии материал именно дается как дополнение. Вы, пожалуйста, в последовательской части заключения вы указываете на то, что вами в ходе исследования исследовались документы, близкие по времени и целевому назначению к исследуемым документам. Как понимать эту фразу, что вы имеете в виду? Мы представлены на полном, на самом деле, качественного конкурса. И помимо того, что мы, во-первых, вопрос ставился чисто идентификационный по установлению исполнителя, да, конкретного предполагаемого, мы решаем задачу диагностического характера, да. Анализ был... Это говорит как раз о том, что анализ был проведен в полном объеме именно по диагностическим, да, вопросам по выявлению существенных и назначенных идентификационных признаков и насколько они на самом деле достоверны, насколько мы имели несколько... Да, насколько они изменяются и так далее. Вот в этой фразе заключен как раз анализ, полный анализ между собой образов. И в данном случае, насколько я помню, достаточно бросилось в глаза, что подпись, ну, там временной характер, временной этого достаточно интересного, да, подпись достаточно изменялась. Связаны какие-то были сбивающие факторы, которые влияли на именно процесс письма во время исполнителя, предполагаемого исполнителя, когда он исполнял. Это могло быть связано с различным уровнем характера, развивающими, как и заболевания, и отличные условия, но при этом комплекс признаков идентификационных он остался незаменимым. И основание этого было сделано заключение. То есть вот в этой фразе достаточно большой объем исследований на самом деле заключен диагностического характера, в том числе и на проверку достоверности, и на проверку на то, что достоверность именно своих признаков, которые были положены в комплексе. То, что мне интересно, я первого вас и спрашиваю. Наряду с этим в образцах подписи Жукова в медицинских документах установили диагностические признаки необычного состояния исполнителя какого-либо заболевания, необычного психофизического состояния и так далее. То есть я правильно понимаю, что медицинские документы вы исследовали, но... Это диагностические, это промежуточные этапы исследования, они были представлены, я должна была быть обязана просмотреть в любом случае, да, и решить сделать вывод. И диагностику в любом случае, конечно, это промежуточные этапы исследования. И институционные этапы исследования. Промежуточные. Вы их сопоставляли с образцами подписи исследуемых документов распоряжений? Нет, я же сейчас объясню. В смысле, в каком-то вопросе? Я не поняла немножко, что значит, сопоставляли. Я их исследовала в целом. Вы дали, слушайте, поэтому при сравнительном исследовании исследований подписей, в районе сравнения подписи Жукова, максимально приближенные по времени исполнения и целевому назначению. По целевому назначению это какие? По целевому назначению такого же характера официального, официальный статус имеющих в данном случае. Потому что документы объявляют официальный статус, в данном случае. То есть, такие же документы официального вы имеете, ноутка продвижительность. Они такие же буквально, там, распоряжения и так далее, да? Не буквально понимаете? Я правильно понимаю, документы, имеющие отношение к деятельности, должны основываться? Наверняка, официального статуса. Не должен основываться. Для меня должностной официальный документ, имеющий официальный... Есть понятие, есть ГОСТ, который и по методике по технической экспертизе документов. Есть конкретные понятия и термины, что по официальным документам есть определенные критерии, которые имеют место быть, наличие определенных реквизитов и так далее. То есть вы не буквально понимаете, что сколько там было документов? Я же сейчас не могу вспомнить, через год конкретно их наименование. Насколько я вижу из постановления назначения экспертизы, из вашего заключения, вам передавалось большое количество документов, составленных до возбуждения уголовного дела. Несколько я понимаю закон, такие документы являются свободными образцами. Скажите, какие условно-свободные образцы Жукова вам были предоставлены? Смотрите, свободные образцы – это все две документы предоставлены вне зависимости с делами, да? А условно-свободные – это то, что в рамках конкретного дела перечень. Вам представляется таки документы? Если заключение написано, значит предоставляется свободные, условно-свободные. Нет, заключение написано, предоставлены условно-свободные. Я их не нашла ни в постановлении о назначении, ни в вашей экспертизе. С чем возникает вопрос? Какие вы считаете образцы условно-свободными и какие вы их называете? Я говорю, например, с конкретным делом. Назовите какие-то могут быть. Сейчас вы меня требуете конкретного перечня, я не знаю, сейчас. Вы говорите, связано конкретно с уголовным. Панитийный, по-разному. Это же понятно? Панитийный мне и как понять. Понятно. Сейчас дистализацию вы с вами не сделаете. В будущем я не понял. Скажите, в том случае, если вы в своем заключении ссылаетесь на то, что условно-свободные образцы почерка или подписи вам были предоставлены, почему ссылка на них отсутствует? Почему эти образцы не указаны в постановлении о назначении? Вот, и не ко мне, скажите. Следует искать, кстати, в моей части тоже. Смотрите, пожалуйста. Это именно, если я понимаю, те документы, которые получены, как сказали, уже в связи с данным уголовным делом. Давайте прям в порядку. Я тебе еще делаю. Второй тридцей. Свободные и условные образцы. Пункт 4. Да, страница 2. Видите, свободные и условные, свободные образцы почерка, отменяемых Кажаево-Жукова. Документы, вещественные доказательства по уголовному делу. Документы, изъятные в путе обыска. В кабинете 42 администрации. Амадарии, папка старшиватель зеленого цвета, САЗы в 10-15 годах и так далее. Папки, 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 распоряжение. Вплоть до 2012-2012 года. Меткарта стационарного больного. Какие из этих документов вы считаете условно свободными образцами подписи или почерка? Ну, они здесь в общем все перечислены. Вот документы, которые мне относятся к делу. Я сейчас по времени, по времени, да, то, что мне было представлено, я градация, что не имею права делать. Когда там возбуждено дело, когда нет. Ваша честь считает, что у меня... Я вас не скажу, когда возбуждено, я скажу, скажите, пожалуйста. Нет, нет, нет. Для меня, градация, я вам говорю, что существует соответствующие требованиями методики, да, определенная характеристика, которую она еще подъяснила, да, я не могу эту градацию сделать, да, условно свободными считается. Это только мне вопрос на самом деле. Условно свободные то, что связано с этим делом, да. А свободные вне этого дела, вне этого дела. Вы меня сейчас пытаетесь заставить сделать градацию за следствием. Я вас прошу сказать, какие связаны с этим уголовным делом документы, подписанные Жуковым, были следователи. Я не могу сейчас сказать. Нет, вы можете сказать. Есть ли какие вопросы? Да, есть ли. Есть ли вопросы? Скажите, пожалуйста, на втором листе вашего исследования указано, на основании постановления о назначении комплексной комиссионной почерковической технической судебной экспертизы, документ на пункт 19 июля 14 года, следователи видели, вы по материалам уголовного дела провели комиссионную техническую судебную экспертизу документов. Да. Разве здесь указано, что вы провели почерковическую справедию? Это техническая ошибка. Это техническая ошибка. Вопросы, смотрите, там ситуаций много. Можно я поясню, да? Можно ответить, пожалуйста. Нет, просто вопросы стояли, да? Вопросы о постановлении есть? Вопросы связаны с почерком? Все понятно. Вы можете на них ответить, почему мы даем заключение. В связи с чем, вами не были истребованы экспериментальные вопросы с почерком? Достаточно большой экологический объем. Эксперт с образцом был представлен, да? Наиболее значимый для эксперта это все-таки свободные образцы. Свободные, условно, свободные образцы. В связи с тем, что результаты диагностического исследования этого объема исследования было продвинуто, что у него от медицинской карты идут изменения, то стоило предполагать, что экспериментальные образцы в принципе. Достаточно. То есть было свободное и условно свободное. То, что экспериментальные тоже могли быть. А теперь изменения какие-то. Хорошо. Вам, помимо... Но это не мешает эксперту делать категорический вывод. Не мешает эксперту. Нет, хорошо. Хорошо. Удивительно тогда следующее в Вашем заключении. А в отношении Кожаева Вы делаете вывод о том, что распоряжение 50 подписано Кожаеве только на основании ее экспериментальных образцов в подписи, не исследуя ни условные, ни условно свободные, которые, кстати, тоже Вам не передавалось, ни медицинские документы. В отношении Жукова Вы экспериментальные вообще не исследуете. Как Вы можете это объяснить? И какая норма методических рекомендаций, которыми Вы руководствуете в своей деятельности, освобождает Вас от исследования экспериментальных образцов при условии, что они могли бы получиться? Норма судебно-почерковической института как раз и говорит о том, что если Вы не поднимете требования еще раз пускай вас к образцам при назначении экспертизы, обязательно являются условно-свободные и экспериментальные образцы. Экспериментальные образцы, да? Но при наличии условно-свободных, но по их значимости тоже градации вне на свободе. Экспериментальные, свободные и условно-свободные образцы, они, конечно, наиболее важны, значимы, и это позволяет эксперту проверить на достоверность по исполнителю конкретному. В данном случае условно-свободные образцы и экспериментальные были положены именно в связи с этим, потому что они значимы по Жукову. По Жукову не было вообще экспериментальных. Вы показали? Нет, я вам говорю про условно-свободные, то есть вам не было необходимости исследовать экспериментальные образцы? Конечно, вывод недостаточно категорический, и он сделан на основании существенных признаков. Уважаю, вывод категорический, на основании экспериментальных только решений. Зачите, конкретно вопросы задавайте, и, по-моему, теперь уже ответим, что методики поясни, какие проводились, и что им было необходимо, и что достаточно для вывода своих. Есть вопрос еще? Да, есть еще вопрос. Давайте, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в связи с чем в вашем исследовании вы не описали наличие, либо отсутствие таких существенных и немаловажных признаков совпадения, либо несовпадения подписей, как степень связанности подписи, конструктивная сложность подписи, расстановка букв и штрихов, разбег, признаки, отражающие пространственную ориентацию подписи. Данное частное сделано в исследовании заключения, да, она носит характер такого плана, что нет, это необязательная часть, необязательная в полном объеме. Эксперт указал то, что я посчитала нужным, и они на этом не имеют права, да, и мнение, и для меня этого достаточно было, я это отразила в заключении. Это не в обязательном порядке, полный перечень признаков, которые вы сейчас указали. Ни в одной методике это не указано. Скажите, пожалуйста, в каком виде вам передавались исследуемые документы? Ну, в каком виде? Ну, написано в таком и передавались? В каком написано? Ну, давайте еще раз вернемся к началу. Вторая страница, третья, как они сказали. И далее исследуемые? Исследуемые. Ну, то есть расприжение. Пятая страница. Павел папки. Вам перепредоставлены файл папки. После того, вы их вообще вскрывали? Что вы вскрывали? Вы эти документы вскрывали? Какие документы? Ну, поиски, какие-то. Павел папка, ну, показать файл папку, вот просто листается. Упаковки вскрывали? Именно судьбу. Как? Ну, конечно, мы у них объекты. То есть хорошо. Конечно, исследуемые, ну, как? Павел папки вот такие? Да, да, да. То есть вот в таком виде вам были предоставлены распоряжения? Павел папку, в прошитку, да. В упакованном или печатанном виде. Каким образом вы их упаковывали или печатали? Это написано в сопроводительных документах. Я могу это представить, если материал дела нет. Вы помните, каким образом? Да, в случае в этом виде. Я знаю точно, что упакованным печатанным. И давайте поднимем, но мы будем сейчас подать. Как вам приятного вам представить? А обечатываете вы, какой печать? Вы, честно, обечатать свои. О, хорошо. А когда вы обечатываете, кто подписывает обычную панель? При наличии экспертов, экспертов, в обязательном порядке. Лицо, которое официально имеет место, будет помощник может быть. Методикой, на которую ссылается наш уважаемый эксперт, предусмотрено обязательно в ходе проведения чешковического исследования изготовление таблицы разработки. То есть она в приложении, к экспертизе не пришивается, но, тем не менее, у эксперта она хранится на протяжении всего срока, то есть предусмотренного закона. Это где такое указание? Это методика, на которую ссылается наш эксперт Эльдер Бербер, Шинек, Кайдер, Рогова, и так далее. Приходите, что не слушаем ученики. Поэтому я задаю вопросы в связи с этим. Потому что общались с моими другими консультировками. Принесли методику, разработку или нет? Да, есть, имеется ли с собой сейчас таблица разработка. Вот, вопрос теперь, значит, имеется ли она у вас вообще, в принципе, эта таблица разработка? Ваша честь, я хочу сказать, давайте изначально, да, чтобы вас не выводили в заглушение официальных требований конкретных таблиц разработки никаких методов. Эксперты, когда начинают процесс обучения, они в порядке проводят эту таблицу разработку частных признаков. Это является рабочими материалами эксперта, как такового, и к заключению мы где-то прикладывается. Все понятно. Вот я у вас задала такой вопрос. Она у вас имеется по настоящей экспертизе? К данному заключению это вообще не имеет места. Есть или нет? Я вас конкретно составлялась или нет? Для себя своя собственная, конечно, есть как черновой вариант в рабочем месте. Вы можете ее представить? Нет. Для необходимости, а почему? Официальный запрос будет сюда, я представлю. Вы готовы представить? Да. Вы забудешь. Вы рассматривали в ходе проведения данного эксперта на исследование вопрос о возможности выполнения каким-либо иным лицом данной подписи с подражанием подписи Жукова. Еще раз. Зачем? Вы рассматривали версию того, что данная подпись была выполнена иным лицом с подражанием подписи Жукова. Еще раз. И отразили вы данные выплаты в своем экспертом заключении. Я не понимаю вопрос. Диагностическая задача решалась. Там блок проведен исследований, раздельного исследования для сформирования, внутреннего формирования, заключения. Зачем? Что вы отменяете сейчас? Я вам хочу задать вопрос. Следствием, у него были поставлены вопросы. Конкретные и идентификационные вопросы. Конкретные и идентификационные вопросы. Это что значит? Это значит установление исполнителя конкретной подписи с предполагаемым конкретным исследованием. Вы рассматривали вопрос, что данная подпись может быть выполнена иным лицом, а не Жуковой? Если эксперт установит, что она выполнена Жуковой, наверное, рассматривал как-то по-другому. Уважаемый вопрос, а в заключении эксперта не отражено, исследовался ли данный вопрос и нет выводов, почему данный вопрос эксперт отклонил. Почему он его не отразил в своем экспертом исследовании? На основании чего эксперт полагает, что данная подпись принадлежит именно Жуковой? Большая в рационах, как раз я не зря спрашивала, почему она объясняется именно состоянием здоровья? А не рассматривалась версия того, что большая в рационах может объясняться именно тем, что данная подпись выполнена иным лицом с подражанием подписи Жуковой? Вопрос отведен, в заключении эксперта четко сказано, и каких-то неясностей здесь нет, что подпись выполнена Жукова. Есть другие вопросы? Да, есть другие вопросы. Скажите, пожалуйста, вы данный экспертный исследователь выполнены вам не отлично? Конечно. Подчерковическим, точнее. Подчерковическим. Лично? Лично. Так. Были ли вам облиблены различающиеся признаки в подпись Жукова с теми образцами, которые были представлены вам не исследовательными? В пределах, естественно, данных. Можете назвать, какие различающиеся признаки? В пределах вариаций нет смысла их обозначать, и они не выводятся в соответствии с требованиями методики. Тормозащитует уже готово, скажем, тоже изучал материалы. Поясните, пожалуйста, для категоричного вывода требуется не менее 12 признаков. Обязательно можете что-то по этому выводу пояснить? Почему вы отменеешь признаки? Где это описано? Нет, вы хотите? Какой? Назовите мне страницу. Ну, страницу я сейчас назвала. Почему не может? А вы там можете? Вы же изучали детальные. А вот это? Прекратили свой защитный дел и замечание есть по существу все-таки вопросы? Есть вопросы, уважаемцы. Скажите, пожалуйста, вы говорили о том, что необходимо 7-8 признаков выстрелить. Можете назвать? Нет, конечно. Потому что я объяснила, какие я в основу положила. И нет четкой градации по этим признакам. Одни трактуют одно, другие, другое трактуют. Но это все совокупности, методики, да? Понимаете? Различные учебники, наверняка вы их читаете. Я вам говорю, что истеряет доказательство работы. Совокупность, есть требования и методики. Берутся в основу самые значные, идентификационные. И я не собиралась там вводить в заблуждение суд 12, 13, 15, некоторые 22. Там же 22 признаков означает. Они достаточны, они существенны в том объеме, в котором я указалась. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, в вашем заключении указано, что страница 8 вашего заключения. Часть 1, 2. Тут транскрипция идет. Вы указываете, что транскрипция подписи смешанная состоит из монограммы прописных букв В и Ж. Вот если открыть приложение к вашему заключению эксперта, то лист номер 5, буква Ж действительно просматривается, а в то же время букву В как-то очень сложно. В букву С вижу, букву Ж вижу. Что-то по этому поводу можете пояснить? Вопрос-то в чем? Где буква В? Да. Ваша честь, требовали транскрипции методики, описание. Эксперт и увидел ее. Есть другие вопросы? Да. То есть вы увидели букву В. Почему? Мы разобрались как раз таки, мы все прочитали. Сейчас уже разобрались? Да, вот поясните, пожалуйста, у вас идет угловатое указано, да? В тем не менее, вот в остальных образцах у вас она угловатое, а явно видно, что скругленное. Ну почему указываете? Приделы на контакте. А здесь не заняться. Делости это не заняться, не заняться. Все-таки здесь вы объясняете варитону. А у меня идет угловатости овально достаточно. Нет, у нас нет. Нет, у нас нет. Я сейчас покажу, что мы еще слышны. Какой вопрос? У вас, пожалуйста, являюсь руководителем коммерческой организации. Какие нормативно-правовые документы для руководства, то есть руководство здесь, осуществляя экспертизы в рамках полных дел? Федеральным законом, начальному, согласовываемся. Каким федеральным законом? Среди законом государственной экспертной деятельности. Деньство поглосят, объективность и сторонность, законно-правые следования. Я вам в полном объеме следовала. Скажите, пожалуйста. Серьезные следования. То есть я так предполагаю, что вы с этим федеральным законом знакомы? Ну, наверное, знакомы. Вы считаете, что данный федеральный закон распространяется на деятельность коммерческих организаций? Я принял вопрос. Вы оцениваете сами все? Что вы имеете? Есть другие вопросы. Предпринимались ли вам попытки получить экспериментальные образцы в подписи почерка Жукова? Так. Внимание. То есть вы запрашивали? Зачем? Зачем? Не так. Если вы запрашивали, было бы ходатайство. Именно-таки серьезные достаточно. Вы понимаете, о чем страшно вообще? Попытки. Ну, то есть вы не запрашивали? Ну, какие-то дополнительные данные вы запрашивали поединке? Следователи обращались, не обращались? Данные надо поднять ее. Не помните. Не помните. То есть вы полагали на момент перенеслить у недостаточного объема? Конечно. Я же вам... До момента сегодняшнего судебного заседания страны защиты, по-моему, обращались к каким-либо вопросам? А страны защиты, это? Это вот. Да. А кто конкретно носки посетить? Ну, я могу визуально. Левушек. Ловская. А может, извращение, что ловская? Ну, пожалуйста, ради того. Да, я помню. А с какими вопросами можете рассказать? С вопросами моей неявки и с другими вопросами. Ну, овцами какой-то запрос был? Я могу восстановить это в памяти, нет, конечно. Никакого овцами. Конечно, что ли. Какие-то требования к вам у вас поставили? Восстановить надо в памяти. Достаточно было. Вопросы у вас в локационном характере. Вопросы про локационную? Ну, конечно. Где я и что я? Потому что я же все-таки руководителем являюсь, экспертом. Официально, почему я два раза не явилась в суд? Я предсказала все. Потому что руководитель бегает по командировкам, эксперт шести первого отпуска. Нагрузка сумасшедшая. У меня больше трехсот экспертиз. Вот за год сейчас в Москву подавала данные. Просто с ума сойти. Все вопросы? Да, все. Отпускай. В честь, прежде чем эксперт покинет, я прошу прощения внимания суда, стороны обвинения на факт вне процессуального отношения, стороны защиты с экспертом. И тем самым мы расцениваем это как оказание давления перед допросом. Простите, пожалуйста, отразить по этому поводу. Пожалуйста. Ничего не подтверждено оказание давления. И что стороны обвинения подразумевают под оказанием давления? Эксперты сегодня в судебном свидании пояснили, что вопросы, в том числе, которые провокационные, касались только неявки эксперта в суд. И что по этому поводу не были представлены материалы дела, документы. А то, что действительно эксперт не являлся, на стороны защиты не было возможности никаким образом им обеспечить явку эксперта. И что эксперт, находясь на рабочем месте, сообщал ложные сведения о том, что она находится в командировке с открытой датой, или то, что она в отпуске, или ВООНУДА еще тоже нам поясняла по телефону и так далее. Вот именно с этим травмозащитой сдавала обвинения. Вот именно поэтому. Кроме того, сегодня эксперт дал показания, которые полагала нужным, и не заявила в начале судебного свидания о том, что на нее было оказано какое-то давление, и что данные показания она дает под давлением. Я скажу, документально все предоставлено, что на обвинение, когда обвинение, если вы... Ну и решите, я туда говорю, что у вас есть события, поскольку ходатайство, стороны защиты, уже и данного эксперта было удовлетворено судом, и эксперт действительно уклонялся от явки в суд, не предоставляя над принадлежащим образом. Ну, мама, подождите, я авторирую, с нами все предоставляли, и как в судебном заседании об этом сообщал. Подождите, мы втроем разговариваем уже, ничего не получится, кажется, вы не знаете. В каждом судебном заседании я сообщал, какие документы представлены экспертом, почему он не может явиться, и что он об этом знает. Ну, тем не менее, в то время, которое эксперт указывал в суду, как время своего отсутствия на рабочем месте, она присутствовала на рабочем месте, где мы с ней встречались и общались, и обсуждали только лишь необходимости. А зачем вы встречались и общались после чего он просто? Чтобы обеспечить явку данного эксперта в суд, поскольку по вызовам... Так я же обеспечиваю, я направлял вопрос о необходимости явиться, эксперт не сообщал, когда он явится. Поскольку это сообщать, не встали. Прекратили разговаривать, еще раз говорю. Сейчас удалюсь, и сказал, что именно в задании. Все пояснения? Да, Ромео, можно подождать немножко? Сторона представилась, что она выполняла конкретно ваше задание, да, что по поручению, я вам звонила сразу буквально после этого, да, и выясняла, по какому вашему поручению они ко мне приходили. Вот дальше вы играете сами. Все, понятно, пояснение есть вопрос еще? По экспертизе, конкретно. Нет вопроса, мы когда-то отпускаем?